Не перцы, а деньги. Хаджан Средин, как всем известно, родился в стране, где плоды — это плоды, и мясо — это мясо, и где никто не ест карри. Однажды он плелся по пыльной индийской дороге, только что спустившись с высоких каферистанских гор. Им овладела сильная жажда. «Вот бы отведать каких-нибудь плодов!» — сказал он себе. Не успела эта мысль прийти ему в голову, как за поворотом дороги он увидел добродушного на вид человека, сидевшего в тени дерева. Перед ним стояла корзина, доверху наполненная блестящими красными плодами. «Вот то, что мне надо!» — сказал Насредин. Вытащив из угла своего тюрбана две маленькие медные монеты, он протянул их торговцу. Не говоря ни слова, человек вручил ему всю корзину. «Плоды эти в Индии очень дешевы, и берут их обычно понемножку». Насредину селся там, где только что сидел торговец, и накинулся на плоды. Через несколько мгновений он почувствовал, что рот у него горит. По щекам потекли слезы, горло пылало. Хаджа продолжал есть. Прошел час или два, тут мимо проходил афганский горец. Насредина кликнул его брат. «Эти проклятые плоды, должно быть, вышли из пасти самого шайтана!» «Дурень!» — сказал горец. «Неужели ты никогда не слышал об индийском перце?» «Немедленно прекрати их есть! Не то еще до заката смерть порадуется своей новой жертве!» «Я не могу уйти отсюда!» — вздохнул Хаджа. «Пока не прикончу всю корзину!» «Безумец! Эти перцы кладут в карри! Выбрось их сейчас же!» «Это не перцы!» «Это мои деньги!» — прохрипел Насредин. «Как же я могу их выбросить?» «Пока не может быть, на пряди, на что происходит?» «Безумец!» «Й freshman, я��ый hour,时间 вернся!» «Безумец!»